Как часто в России ставит диагноз синдром утомленных ног? В США этим недугом страдает до 10% всей взрослой популяции. Ну, у нас это как-то называется чаще не утомленных, а беспокойных ног. Действительно, чуть не 10% народа испытывает неприятные ощущения, самые разнообразные. У кого-то это судороги, у кого-то это какие-то гудения в ногах, еще что-то такое. Значит, это не патагномоничный какой-то признак, это десятки разных заболеваний. Среди них на первом месте по сложности я бы выделил патологию вен, венозная недостаточность. Очень частый признак, особенно если симптоматика проходит, возникает лежа, в ночные, в вечерние часы, если человек лежит, и проходит, когда человек спускает ноги. Это очень похоже на венозную недостаточность. Полинейропатия, самая разнообразная, тоже сопровождается симптомами беспокойных ног. В частности, например, больных на том же гемодиализе, это классический признак. Но есть работа Кахрейновская, где показано, что назначение железа улучшает симптом беспокойных ног, без привязки к какой-то нозологической форме. Я Кахрейну склонен не очень доверять, потому что это статистические работы, где у вас берется одна статья, где хорошо, другая, где плохо, строятся какие-то графики. Называется это лесом такой график. Здесь плюс, здесь минус. При этом полностью утрачивается какое-либо понимание патогенеза, клиники, этиологии и так далее. И если брать такой симптом беспокойных ног и смотреть, ну просто было 10 работ у больных с железодефицитом, которым дали железо и получили хороший результат. И 3 работы было с полинейропатией, у которых результата не было. Ну вот 10 работ перевесит эти 3. Ну не знаю, я бы так вот не бросался пока на дефицит железа, как на средство лечения синдрома беспокойных ног. Вот недавно в постковидном синдроме у больной был тоже такой же синдром. Он легко купировался назначением лечебного питания с микроэлементами. Вот, поэтому тут масса может быть причин. Вот, и я бы так, все-таки вот так сказал бы.